физкульт привет друзья я уже делал выпуски и видео и в статьях о разминке о специальной общей разминки но все равно приходит много вопросов и глядя на то как многие тренируются я делаю выводы что до сих пор до конца не осознают они важность грамотной специальной разминки если в общей разминке еще люди более-менее понимают разбираются то в специальной не шарят особенно это касается нас с вами качков бодибилдеров у лифтеров с этим все гораздо лучше сегодня я решил вам наглядно показать как я разминаюсь перед тем как буду делать приседания 180 килограмм на 10 раз планирую сделать две недели назад я делал на восемь раз сегодня надеюсь увеличить на два повторения всегда когда я собираюсь приседать или тренирую ноги я разминаюсь на велотренажере что советую вам для чего для того чтобы хорошо подготовить наши коленные суставы обращайте внимание на то чтобы нога практически до конца опускалась в нижней точке позиции это очень важно для сохранения здоровья коленных суставов сейчас все тренажеры имеют уровни регулировки поэтому под любой рост можно подогнать данные тренажеры как вы понимаете сейчас это общая разминка обычно мне хватает 5-7 минут для того чтобы выступила легкая испарина и я понимаю что мой организм готов начать работать что повысилась температура разогрел свои суставы конечно я тоже немножечко перед приседом еще делаю пустые приседания но все по порядку обязательно обязательно разминайтесь общая разминка не менее важна чем специальная чем тщательнее вы разомнетесь тем лучше и безопаснее будет ваш тренинг почему будем говорить о специальной разминке как вы сегодня убедитесь специальная разминка выполняемая культуристами в приседаниях в жимах лежа неважно в каких движениях зачастую носит в собой характер работы то есть пока вы добираетесь до планируемого на сегодняшний день рабочего веса вы уже убиваетесь вы выполняете не специальную разминку которая подготовит вас плавно подведет к рабочему весу в котором вы сможете выложиться на сто процентов а убиваетесь уже на разминочных подходах по сути вы не выполняете разминочные подходы вы выполняете работу если вы хотите к примеру приседать 100 килограмм рабочий вес на 10 раз и начинаете с пустого грифа на 20 раз потом вешаете 50 килограмм выполняете раз 15 потом с шагом в 20 килограмм вы выполняете от 15 до 12 повторений так это ребята получается работа они разминка и подойдя к вашему рабочему весу вы уже утомлены и физически и морально и центральная нервная система и вы просто-напросто не сможете показать тот результат который бы вы показали при грамотной специальной разминки это тренажер гиперэкстензии да кто смотрит мои видео постоянно знает об этом именно это упражнение называется гиперэкстензии никакое другое и именно это упражнение крайне необходимо и крайне важно я всегда выполняю его перед приседаниями только это упражнение является декомпрессионным для позвоночника только выполняя его вы страхуете свой позвоночник от травм если же у вас уже есть протрузии и грыжи именно это упражнение поможет вам избавиться от данных проблем я буду делать еще выпуски в грыжах межпозвоночных и протрузиях и что хочу вам сказать любую грыжу и протрузию можно восстановить можно убрать хоть врачи и говорят обратное хоть врачи и загоняют вас под нож я сам проходил через это и практически 99 и 9 десятых хирургов травматологов говорили мне о необходимости оперироваться естественно я разумный человек я изучил кучу материалов переговорил с огромным количеством людей кто сделал операцию так вот 95 процентах случаев после операции вы получаете все те же симптомы так какой смысл конечно если у вас есть возможность прооперироваться так чтобы не убрать грыжу а заменить поврежденный диск это другой вопрос но на это мало у кого хватает денег поэтому ребята гиперэкстензии грамотное питание 30 минут прогулки ежедневно перед сном и ваша спина будет идеальный даже если у вас есть проблемы с межпозвоночными грыжами и протрузиями вы восстановите их обязательно приобретите данный тренажер свой клуб как это сделать я уже не раз говорил соберите коллективную бумагу напишите предложение свой клуб и если вы соберете больше ста подписей любой грамотный хозяин владелец клуба приобретет данный тренажер этот тренажер поднимает на ноги с инвалидного кресла у меня есть такие друзья этот тренажер убережет вас от инвалидного кресла поэтому ребята думайте сами о своем здоровье заботьтесь о нем если у вас сейчас нет данного тренажера выполняйте данное упражнение на надувном мече все это очень просто многие люди выполняют данное упражнение на козле вообще наши люди способны и поэтому если вы хотите вы найдете способ решения данного вопроса как и чем заменить данный тренажер всегда разбирайте после себя блины на любом тренажере когда закончили это уважение клубу к себе и к другим занимающимся да и милые девочки после вас не смогут поднять такие блины ну что переходим к приседаниям подготовим сначала место обратите особое внимание на то что сейчас данный ролик пойдет без обрезание без вставок чтобы вы наглядно увидели как нужно подходить к рабочему весу я уже говорил сегодня я планирую присесть 180 килограмм на 10 раз посмотрим что из этого получится 2 недели назад я присел на 8 раз подготавливаем место ставим упоры это очень важная часть и естественно регулируем уровень штанги чтобы при съеме вам было удобно не нужно было к примеру очень низко садиться и не нужно было вставать на носки чтобы можно было снять штангу с упоров страхующие упоры также нужно выставить на максимально высокое положение именно для вашего роста все это очень легко определить и на определенном этапе один раз выставив вы уже будете знать следующие разы какая высота вам нужна я всегда начинаю с пустого грифа для чего просто для того чтобы прочувствовать движение лишний раз размять суставы не ходите далеко сняли штангу сделали полу шажок вперед и выполняйте движение обратите внимание никаких наколенников никаких поясов что касается увеличение талии от приседаний это миф ребята если вы не приседаете больше 200 килограмм на 10 раз талия от приседа у вас не увеличится доктор любер приводит конкретные цифры 220 килограмм на 6-8 раз когда вы дошли до этого момента только после этого возможно у вас начнется увеличиваться талия от тяжелых приседаний но 90 процентов далеки тренирующихся от данных весов я думаю вы это знаете не хуже меня девчонкам то же самое просто веса если вы не садитесь под 100 килограмм на 10 раз то даже не думайте о том что ваша талия увеличится и никакой пояс вам не нужен пояс постоянно одеваемый только портит всю картину мало того что он не помогает вам никак так он еще и наносит вред потому что мышцы кора расслабляются и не работают а когда вы работаете без тяжелоатлетического пояса ваши мышцы стабилизаторы и мышцы кора получают колоссальную нагрузку что является очень хорошей тренировкой для них и естественно ваш пресс будет крепким если вы не обжираетесь грамотно тренируетесь то никакие приседания вам не страшны становые тяги в плане именно роста талии я планирую приседать 180 рабочий вес вот эти блины по 20 килограмм но если быть точным это 45 паундов этот 20 килограмм 400 грамм мы будем считать по 20 как вы видите у меня шаг в 40 килограмм первый раз я присел с пустым грифом потом четыре раза по моему присел с 60 килограммами сейчас на штанге 100 килограмм отдохнем немножечко и выполним очередную серию разминочных повторений повторюсь разминки поэтому я не делаю здесь вообще никогда больше 6 повторений 5 повторений в разминки у меня максимум всегда слежу за техникой за тем чтобы лопатки были вместе для чего нужно сводить лопатки вместе если у вас во время всего движения лопатки сведены вы никогда не сгорбитесь верхней отделе позвоночника просто не получится ну и намного проще и ровнее легче держать поясничный стол идеально прямым чем меньше мы наклоняемся вперед тем меньше нагрузки на позвоночник очередная серия разминочных повторений выполнена добавим еще по 20 килограмм с каждой стороны грифа и это будет последний разминочный подход сделаю я его где-то на два три повторения максимум вот сейчас ребята после этого подхода я буду максимально готов к работе с запланированным весом я разогрел свои суставы я подготовил психику для тяжелой работы но я не утомил свои мышцы и я могу показать хороший результат а большинство из вас подходя к этому весу ну не к этому к рабочему весу повторюсь уже утоплены по максимуму и на самом деле ваш якобы рабочий вес первый подход является по сути вашим рабочим подходом последним но далеко не первым до обращайте на это особое внимание смотрите на то как вы разминаетесь именно так нужно разминаться когда вы хотите выполнить рабочий подход именно в массонаборе когда мы работаем на силу специальная разминка совершенно другая и выглядит она так сначала вы выполняете с пустым грифом раз 10 затем выставляете 50 процентов от рабочего веса дня выполняете 5 повторений затем 75 процентов рабочего веса дня выполняете 3 повторения и 90 процентов от рабочего веса дня выполняя одно повторение это разминка для силового тренинга когда вы и мы с вами планируем потренироваться на силу сегодня я планирую и тренируюсь для роста мышечной массы поэтому вы видите как я разминаюсь ну что я готов приступить к заключительному разминочному подходу все то же самое настраиваюсь никаких отвлекающих факторов сосредоточились на работе готовы сняли штангу шажочек вперед я сделал два повторения чувствую что готов к работе всегда пью до во время и после тренировки если вам ваш инструктор говорит что не нужно пить то это не инструктор вода это наше все все наши процессы в организме протекают только в присутствии воды при наличии воды если вы испытываете жажду это говорит о том что организму не хватает воды ну что рабочий вес обязательно пользуйтесь замками несмотря на то что вы брутальный мужик насколько бы вы круты не были замки необходимы и чем более брутальны вы тем важнее замки поверьте мне это уже не одним человеком испытано и опробовано не дай бог что то пойдет не так и блины начнут падать под таким весом вас начнет коробить со стороны сторону представляете что будет для позвоночника а если со стороны еще стоят люди девчонки поэтому замки безопасности потому так и называются что уберегают вашу спину ноги здоровье всех тренирующихся с вами в тренажерном зале одновременно последние секунды последние ментальные настройки для нашего рабочего подхода чуть больше 180 килограмм на штанге я готов к работе и сейчас мы с вами посмотрим смогу ли я выполнить заданное количество повторений а повторюсь планирую я сделать 10 повторений ну что приступим все то же самое сосредоточьтесь в голове вы уже должны выполнить данный подход нисколько не должны сомневаться и бояться веса еще я использую всегда такой подход я настраиваюсь не на тот вес реальный который есть а убавляю килограмм 30-50 в голове то есть я сейчас себе говорю что на штанге 150 килограмм это тоже тяжелый вес но для моей психики и для вашей поверьте мне разница есть очень важно грамотно подойти к съему штанги четко встать под нее свести лопатки положить гриф на задние дельты и трапецию и поехали а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok